Наша задача установить Мининет и начать с ним работать. Мы сейчас должны установить Мининет и посмотреть, как его запускать. У нас есть несколько вариантов установки Мининет. Вот это у нас сайт Мининет. Даунлоад. Вот Мининет-релизы. Это на GitHub. И вот тут у нас разные способы установки. Ну, наверное, наиболее простой у нас будет установка с помощью виртуальной машины. То есть мы скачаем виртуальную машину и с ней будем работать. Давайте выберем вот виртуальную машину на Ubuntu 20.04. Скачаем ее. Я уже скачал. Вот я все... у меня виртуальные все машины var.vm находятся. Вот тут такой zip-овский файл. Мы его распаковали. Unzip сделала и получили, собственно, образ и описание. var.vf это описание. Давайте мы теперь его установим. Виртуал-бокс запустим. Файл импорт конфигурации. var.vm.mininet. Вот этот файл импортируем. Значит, давайте мы сгенерируем новые MAC-адреса всем адаптерам. Жесткий диск импортируем как VDI и я устанавливаю в свой каталог. Если вы в ВДК работаете, то в TMP устанавливаете. Как всегда. Я вот в этот же каталог. Да, вот он прописался. Куда ставлю? Импортирую. Вот у нас Mininet получился. Давайте мы ее поднастроим. Вот тут ошибки. Ну, да, видео. Хочешь, чтобы вот такое поставили видео. Ну, хватит. Ну, если нужно, увеличим. Нас тут интересует сеть. Дело в том, что через NAT мы будем подключаться к интернету. А нам нужно, чтобы мы работали на локальном хосте. То есть мы на локальном хосте будем SSH запускать. И с помощью SSH подключаться уже к нашим виртуальным боксам. Значит, поэтому мы внутреннюю сеть поставим. Вот так, виртуальный адаптер хоста. Вот так вот. Это нам достаточно будет. Вебокс нет. Называется он виртуальный адаптер хоста. Второй адаптер мы можем потом поставить, скажем, в NAT. Если нам нужно будет, предположим, обновить Mininet. Давайте вот так вот запустим. Пользователь Mininet. Пароль Mininet. Тут у нас установлена базовая машина. Без иксов, без всего. Нам это не нужно, поскольку иксы мы будем использовать те, которые на нашем компьютере. Нам все, что нужно, это узнать наш адрес. 192, 100, 7, 56, 103. И давайте мы подсоединемся. Минус Y это проброс X-сессии. Будет у нас минус Y-mininet. 192, 168, 56, 103. Есть. Добавляем список. Пароль. Ну, вошли. Значит, ну, на самом деле, нам лучше запомнить Вот, купи иди сделаем, чтобы каждый раз пароль не набирать. Вот один раз набрали. Неправильно набрали. Да, он запомнился, и теперь мы можем подсоединяться. Ну, как мы будем работать, в принципе? Мы должны запускать программу там, а она, чтобы открывалась тут. X-Term, например. Вот открылся X-Term, а работает он и в конфиг на другой машине. Вот на той, да? Вот у нас ее IP-адрес. С X-Term мне очень хорошо. Очень мелкий шрифт. А фактически вся работа и конфигурация будет именно с X-Term. Давайте мы редактируем файл VI, etc. X-11 UpDefaults X-Term. Значит, мы могли бы отредактировать его и только для пользователя Mininet, но дело в том, что мы Mininet запускаем под рутовыми полномочиями, то есть от рута. Ну, потому что так получилось, да? Давайте мы Insert. Так. И давайте введем конфигурацию. Мы будем можно использовать Bitmap-овские шрифты, а мы будем использовать X-Font SpaceName Monospace. У нас Monospace — это шрифт, который у нас по умолчанию используется для моноширинных таких изображений, для моноширинных X-Font Face Size. это у нас 14-й кегль поставим. FZZ Z-Font X-Term. Так, по-моему, я не совсем верно прописал. Наверное, тут все-таки вот так вот, фонд, а не X-Font. давайте раз X-Term не срабатывает. Так. Да, X-Term вот так вот, все-таки, наверное, так, давайте попробуем, правильно ли я написал. так, Ctrl-D, X-Term, ага, вот все, X-Term у нас крупным шрифтом. Что нам тут еще? Wireshark мы будем запускать. Вот, Wireshark запустился, Wireshark запустился на этой машине, то есть, он находится не у нас, а на машине виртуальной. давайте Wireshark ну и естественно мы его будем запускать и под рутом. Минус E переносит весь environment для Wireshark вот это вот он под рутом запустил Wireshark 0 ну вот мы его будем использовать. кроме того MN запускается Mininet опять через суду Mininet он у нас как бы легковесные виртуальные машины контейнеры использует и работает напрямую с ядром поэтому поэтому ему нужны более высокие полномочия значит естественно авторы могли бы подстроить так чтобы он и запускался под юзером а потом брал эти полномочия но им показалось проще не задумываться об этом пускать под рутом ну ладно суду MN вот у нас запустился с минимальной стандартной топологией вот ноды какие у нас есть тут Ctrl D вышли мы также можем запускать его под каждую ноду открывая X терминал суду MN минус X у нас это не сработало мы видим значит мы имеем под рутом другую аутентификацию чем под пользователем мы зашли под пользователем давайте тогда мы посмотрим ну да вот он когда перейдем под рута X house добавим вот эту строчку вот X house list во-первых сделаем вот он пустой его нету этого файла то есть без этого файла нету аутентификации мы не можем подключиться к нашему хостовому X серверу вот добавили эту строчку вот он есть вот он написал что его нету но он создал его и вот его держим и теперь давайте мы запустим вот открылась консоль X терминалы вот они поэтому мы делали его конфигурацию под X чтобы у нас под любым пользователем она хваталась видите шрифт уже нормальный ну вот то есть что мы сделали закрываю консоли итак мы сделали следующее а скачали виртуальную машину б установили ее импортировали в виртуал бокс подсоединились под SSH с продбросом X к этой виртуальной машине значит посмотрели как запускаются программы чтобы они показывались у нас и копировали X authority в внутрь нашего рута чтобы и под рутом запускались X приложения на нашем хосте ну вот пожалуй все таким образом у нас наш терминал наш стенд установлен и мы можем с ним работать по да к в то то что